Почему желтеют листья у розы комнатной? Варианты вредителей, нехватка удобрений, переувлажнение или недостаток влаги, болезни инфекционного и неинфекционного характера. Рассмотрим все варианты. Красота комнатной розы уходит на глазах. Не помогает болею, а то и хуже делает. Что нам делать? Сначала определимся с причиной, а затем найдем подходящий алгоритм лечения. Паразиты на комнатной розе. Частым, но нежелательным гостем на комнатной розе может быть паутинный клещ. Паразит буквально вытягивает жизненные соки из домашнего растения. В результате истощенные желтые листья с небольшими шансами на естественное восстановление. Что делать? Один раз в неделю обработать актеликом, чередовать опрыскивание мыльным раствором и механическое удаление паразитов с листьев. А как предупредить их появление? Осматривать тельную сторону листа комнатной розы, чтобы вовремя выявить. Снимать губкой смоченной в соде или в мыле. Нехватка удобрений. Истощение почвенной смеси при переходе из сезона в сезон сильно бьет по здоровью комнатной розы. Защитные функции снижены, обновлений не происходит, корни утрачивают активность, а за ними листья. Нехватка удобрений может быть как самостоятельной причиной, почему желтеет листья у розы комнатной, так и приводить к развитию других заболеваний. Что нам делать? Определить, какого элемента не хватает и внести. Почему желтеет листья? Первое. Нужен азот. Проявление проблем в начале вегетации. Мало листьев. Истощенные побеги. Второе. Нехватка фосфора или магния. Попеременное желтение и покраснение листовой пластины. Третье. Нехватка калия. Развитие коричневых пятен. Частичная желтизна. Проявление нехватки разных компонентов может появляться в холодное время года, в начале весны или при переходе из одного состояния или из одного цикла в другой. Что делать? Вносить недостающий компонент, а затем подкрепить результат комплексными подкормками. Как удобрять комнатную розу? С начала весны по одному разу в две недели на пролитую почвенную смесь, плюс подрыхлять землю до и после процедуры. Вносить только в весенний-летний период и не закарлет зимой. Полив комнатной розы. Первое правило полива комнатной розы – использование мягкой отстойной воды. Часто пожелтение листьев у растений наблюдается при систематичном увлажнении хлорированной водой. Как результат, выводится железо, а на листьях развивается хлороз. Что делать? Обрабатывать препаратом антихлорозин, проливать отстойной водой комнатной температуры и чередовать просушивание поливы, чтобы не переувлажнять корни. Частота полива от одного до трех раз в неделю в зависимости от периода. Болезни комнатной розы. В переходные периоды и при снижении защитной функции могут развиваться такие болезни, как ржавчина, мучнистая роса или увядание неинфекционного характера из-за нарушений одного из этапов ухода. Что делать? Вносить фунгициды при выявлении гнили. Постепенно восстанавливать растения, удаляя поврежденные части, вносить подкормки, стимулируя обновление листовой массы. Пишите в комментариях, почему желтеют листья у вашей розы и как лечили. Обязательно поставьте лайки под видео и подпишитесь на канал Тюнечи Инфа. Тюнечи Инфа